Здравствуйте! Большое спасибо, что вы пришли. Сейчас я потяну время, пока включают мою презентацию, потому что всякий доклад лучше делать так, как ты его продумывал. Спасибо. Мне кажется, что одна из главных прелестей теории эволюции, что она объясняет то, откуда мы взялись, откуда взялось то разнообразие живых организмов, которые мы наблюдаем на планете, и то, почему те живые организмы, которые существуют, так хорошо приспособлены к той среде обитания, где они, собственно, расположены. Грубо говоря, ящерица приспособлена к жизни в пустыне, лягушка в болоте, полярный медведь на Северном полюсе, а котик у вас на лице. И надо сказать, что во времена Дарвина, для объяснения того, почему живые организмы оказались там, где они оказались и почему они приспособлены к тему своему обитанию, уже давно отказались от идей, что кенгуру возили на ковчеге в Австралию, слона куда-нибудь в Африку, того же полярного медведя на Северный полюс. Но, тем не менее, преобладали представления о том, что был некоторый разумный творец, который, создавая десятки тысяч видов позвоночных, десятки миллионов видов щенистоногих и еще больше видов разных микроорганизмов, он создавал их и помещал их туда, где им было бы комфортно и хорошо, потому что он был еще и всеблагой. Но Дарвин обнаружил, что с этим есть некоторая проблема. В частности, во время своих путешествий он сделал наблюдение, что птицы, которые живут на Галапагосах и Кабо-Верде, это такие острова, они достаточно сильно друг от друга отличаются, при том, что условия жизни на Галапагосах и Кабо-Верде достаточно похожи. Зато жизнь на Кабо-Верде похожа на жизнь, которая живет в Африке, а жизнь, которая на Галапагосах похожа на жизнь, которая живет в Америке, как будто бы в Южной Америке, как будто бы какие-то птицы перелетели с материка на остров и дальше немножечко видоизменились. И вот, имея такого рода наблюдения в большом количестве, он представляет себе вот эту схему изменения жизни, что вот есть живые организмы, они размножаются, и потомки похожи на предков, то есть есть наследуемость некоторых признаков. Но потомки немножко отличаются от своих предков и друг от друга, то есть есть изменчивость. Но в то же время далеко не все из этих потомков сами оставят какое-то потомство, и те признаки, которые есть у тех или иных организмов, могут повлиять на шансы это потомство оставить. Есть такая вот борьба за существование, ну и дальше естественный отбор. Какие-то организмы выживают, какие-то вымирают, те, которые выжили, могут оставить потомство, и те признаки, которые помогли им оставить потомство, распространяются дальше. И вот так была представлена такая схема эволюции путем естественного отбора. И Дарвин, когда он это представлял, когда он это описывал, он ничего не знал про то, что происходит внутри живых организмов на молекулярном уровне. Он не знал, что ДНК является той молекулой, которая обеспечивает наследственность, что есть мутации, которые обеспечивают изменчивость, и про то, как естественный отбор влияет на те или иные последовательности ДНК, генов и так далее. Ну вот приходят молекулярные биологи, приходят генетики, и мы узнаем, как это все устроено, и начинаем рассматривать уже эволюцию в контексте эволюции молекул, которые, собственно, делают жизнь такой, какой она есть. И мне кажется, что есть два самых главных открытия в биологии уже после Дарвина. Самое великое, наверное, открытие — это как раз теория Дарвина, но вот после этого, которые показывают на самом деле тоже, что вся жизнь, она произошла от какого-то единого источника, от единого общего, какого-то предка, вся ныне существующая жизнь. Это открытие молекулы ДНК и это открытие генетического кода. Ну, что надо сказать по молекулу ДНК? Молекула ДНК представляет собой двойную спираль. Каждая из нитей ДНК состоит из четырех типов таких блоков, таких нуклеотидов, химических компонент, которые бывают четырех типов. Мы их будем кратко обозначать буковками А, Т, Г и С. И вот в этой двойной спирали молекулы ДНК эти буквы так расположены. А стоит напротив Т, а Г стоит напротив С. Это называется принцип комплементарности, и он позволяет молекуле ДНК размножаться. То есть двойная спираль расплетается на две одиночные нити, и дальше каждый из этих двух одиночных нитей напротив А ставится Т, напротив Г ставится С, и вот у вас уже получилось две двойные спирали. Дальше одна клетка получает одну молекулу, другая получает другую молекулу, и вот они как бы генетически похожи. Вот это основа наследственности. И интересно, что молекула ДНК одна и та же у всех живых организмов. Она отличается по последовательности, то есть вот набор буковок А, Т, Г и С, порядок их расположения, он отличается. Но это всегда одни и те же буковки. Возьмете вы бактерию, гриба, растение, человека, мушку, червяка. У всех ДНК устроена одна, одинаковым образом. Двойная спираль из этих четырех типов нуклеотидов. При этом мы знаем, что на самом деле совершенно не обязательно это должно было бы быть так. Например, сегодня с помощью такой хитрой генной инженерии удалось ученым сделать шестибуквенную ДНК. То есть не четыре, а шесть букв, еще одна пара. И были сделаны бактерии, которые могут с этой ДНК жить. Они могут удваивать эту ДНК и ставить напротив третьего типа букв, третьей пары, напротив пятого типа букв, шестую тип букв. И они могут даже использовать эту шестибуквенную ДНК для того, чтобы кодировать какие-то новые белки. С другой стороны, генетический код, про который я хотел бы сказать подробнее. Что такое генетический код? Это тоже одна из таких очень фундаментальных основ жизни, которая всех объединяет. Вот с ДНК, с двойной спирали считывается одноцепочечная молекула РНК. РНК тоже состоит из нуклеотидов, только не АТГЦ, а АУГЦ. То есть Т поменялось на У, но сути это не меняет. И молекула РНК используется как инструкция для того, чтобы синтезировать белки. А белки – это такие тоже полимерные молекулы, которые состоят из аминокислот. То есть тут было 4 типа букв, а тут 20 типов аминокислот. И вот белки состоят из этих аминокислот. И дальше белки могут выполнять самые разные функции в клетках. Они могут осуществлять какие-то химические реакции. Они могут выполнять какие-то структурные функции. Они могут участвовать в укладке этой самой ДНК, чтобы она как-то компактно укладывалась. Они могут реагировать на какие-то химические сигналы, быть каналами в клеточной мембране, впускать что-то или не выпускать чего-то из клетки и так далее, и так далее, и так далее. Я бы хотел показать небольшое видео про то, как это все выглядит внутри клетки. И вот красненькая это ДНК, вот эта вот штука называется РНК-полимераза, фермент, который синтезирует РНК, то есть делает этот РНК-полимер из буквок АУГЦ. И вот он синтезирует его, хотя это ролик модельный, надо понимать, что примерно вот так оно в клетке примерно и происходит по современным представлениям. Примерно с такой скоростью синтезируется молекула РНК. Дальше, если речь идет про клетку, допустим, какого-то эукариот, то есть растения, гриба, человека, то у нас есть ядро, из ядра выходит это РНК, оказывается в цитоплазме, и дальше на эту молекулу РНК садится рибосома из двух субъенит состоящая. И вот эта рибосома такая фабрика для синтеза белков, она протаскивает молекулу РНК по три буквы за раз, и при этом в цитоплазме плавают такие вот штуки, называются транспортные РНК. И у транспортных РНК у них есть с одной стороны какая-нибудь аминокислота, вот она показана красным, а с другой стороны у них есть три нуклеотида, которые комплементарны, то есть по принципу А напротив У, Г напротив С, тем трем нуклеотидам, которые здесь протаскиваются. И поэтому на каждые три нуклеотиды находится своя транспортная РНК, которая приходит и привносит какую-то аминокислоту, и так происходит синтез белков. И вот то, что я сейчас описал, это тоже принцип, который универсальный для всех живых организмов, как мы синтезируем белки. И зная последовательность молекулы РНК, мы можем точно сказать, какой будет из нее получен белок, какая будет аминокислотная последовательность этого белка, используя как раз вот эту табличку, которая является универсальным генетическим кодом. Значит, вот у нас есть слева молекула РНК, мы ее условно разбили вот на такие тройки-кодоны. АУГ – первая тройка в этой молекуле РНК. АУГ – М-метионин, первая аминокислота белка, которая кодируется этой молекулой РНК. АЦГ – АЦГ – Т-трианин, вторая аминокислота, которая кодируется этой молекулой РНК. И вот интересно, что вот эта вот штука, которая изображена здесь справа на слайде, вот этот вот генетический код, принцип, по которому трем нуклеотидам РНК в соответствии ставится определенная аминокислота, опять-таки универсален для более-менее всех живых организмов. Есть несколько исключений. Но подавляющие, причем исключения такие, что совсем чуть-чуть отличается генетический код. Но если мы возьмем кишечную палочку, человека, дрозофилу, растения, про которые нам сегодня рассказывали замечательно, вот у всех этих организмов генетический код одинаковый. Причем, опять-таки, мы знаем, что совершенно не обязательно оно должно было бы быть так, потому что сегодня умеют искусственно делать другие генетические коды. Есть организмы, у которых генетические коды искусственно были изменены. Но получается это сделать только искусственно, с помощью разумного творца в виде нас с вами, в виде людей, ученых. А в природе так не происходит. Почему? И на это есть ответ. Потому что эволюция, как ее правильно представлял себе Дарвин, движется маленькими шажками. Мы можем изменить что-нибудь по чуть-чуть. А генетический код для того, чтобы его изменить, придется сделать очень много всего сразу. Я поясню. Предположим, что мы взяли и изменили какой-то транспортной РНК. Сделали так, что теперь вместо одной аминокислоты, каким-то тромонуклеотидом, например, вместо АЦГ, у нас будет не трианин вставиться в белки, а другая аминокислота, например, триптофан. К чему это приведет? У какого-нибудь сложного организма, вроде нас с вами, более 20 тысяч генов, более 20 тысяч разных белков, которые кодируются нашими молекулами ДНК. И в итоге очень много где встречается вот это АЦГ. Во многих белках, многие белки используют, многие РНК содержат АЦГ, которые кодируют какой-нибудь, собственно, трианин. И в этот момент, если мы заменили транспортный РНК и вместо АЦГ начали прикреплять неправильно аминокислоту, то сразу огромное количество белков, может быть, тысячи белков, в большом количестве мест меняются. Меняются их аминокислотные последовательности. Высокая вероятность того, что такая вот замена будет просто несовместима с жизнью. Слишком много всего сразу поломалось. Как это обходят генные инженеры, разумные дизайнеры? Они говорят, смотрите, давайте мы возьмем вот эти вот, обратим внимание на то, что аминокислота трианин кодируется и АЦГ, и АЦА, и АЦЦ, и АЦУ. То есть есть разные способы, как закодировать вот эту вот буковку Т в аминокислоту буковкой Т, обозначенную, трианин. Давайте мы возьмем и с помощью генной инженерии внося точечные мутации в геном какого-то организма, это делалось на бактериях, заменим все АЦГ на АЦА, например. И все, больше АЦГ нигде не используется. И вот тогда, когда уже АЦГ нигде не используется, если мы заменим, какую аминокислоту ставят напротив АЦГ кодона, то ни один белок не поломается. И тогда можно этот кодон как бы освободить и использовать его для какой-то другой аминокислоты. И такие работы были сделаны. Причем даже сейчас дошли до того, что можно прям 7 кодонов взять и поменять. Потому что генетический код, в принципе, это позволяет. Но у всех живых организмов более-менее одинаковый генетический код. И это также указывает на то, что он достался нам всем от некоторого единого общего предка, который этот код изобрел, а дальше его поменять было невозможно, потому что эволюция движется маленькими шажками. Ну вот я описывал процесс, как молекула ДНК удваивается. И мы, собственно, на примере этой молекулы изучали, как происходит наследуемость признаков. Двойная спираль расплетается, две одиночные, потом напротив Г ставится С, напротив А ставится Т. Давайте я сейчас попробую убить двух зайцев одним выстрелом и расскажу вам одновременно, как читается последовательность молекулы ДНК, как мы узнаем, что у какого-то организма геном имеет ту или иную последовательность этих нуклеотидов. Геном — это совокупность его молекул ДНК. И параллельно покажу вам, как происходит копирование ДНК. Есть такая замечательная работа, такой прибор, который позволяет нам, читать молекулу ДНК в реальном времени, берут эти вот буковки А, Т, Г, И, С, и метят их разными метками разного цвета. И берут фермент, который умеет достраивать одноцепочную ДНК до двухцепочной, ДНК полимеразу. И вот такой вот фермент помещают в очень маленький объем. И вот он находится в этом очень маленьком объеме. И из-за того, что объем очень маленький, то светодетектор, который здесь установлен, фотодетектор, когда залетают какие-то нуклеотиды, они залетают и сразу улетают, и поэтому не успевают его особо засветить. Но если нуклеотид присоединяется правильный, то есть напротив А ставим Т или напротив Г ставим С, то ДНК полимераза, она его хватает и удерживает. Удерживает его достаточно долго, что он успевает засветить фотоэлемент. То есть в данном случае у нас будет чтение ДНК происходить в реальном времени по мере удвоения молекулы ДНК. Вот ДНК полимераза, вот фон какой-то залетает, нуклеотиды вылетают отсюда, вот прилетел правильный, она его схватила и держит. И держит его достаточно долго, для того, чтобы прибор мог это зафиксировать. А потом она его присоединяет, а метка сама, которая была приделана к букве С, оранжевая, она отрезается и уплывает. И пик исчезает. И дальше, в зависимости от того, какой нуклеотид присоединяется, у них у всех разные метки разноцветные, мы видим вспышки света. И вот прибор читает молекулу ДНК в реальном времени. И вот, собственно, на самом деле, примерно так ДНК и копируется. Это, опять же, модельное видео, упрощенное, но суть передана верно. И вот здесь мы подходим к теме об изменчивости. Вот мы знаем, что ДНК – это основа наследуемости. Откуда берется изменчивость? Откуда берутся мутации? Оказалось, что, на самом деле, один из главных источников изменчивости – это сам процесс копирования ДНК. Он не идеальный. Вот обычно люди думают, что, ну, откуда берутся мутации? Сходил в Чернобыль радиации, облучился, вот тебе мутанты. Но на самом деле, механизм внесения мутации занесен в сам процесс копирования. Он не идеален, он не совершенен. И, более того, есть представление о том, как именно он устроен, почему именно при копировании ДНК могут возникать мутации, и что может быть существенным фактором появления каких-то новых мутаций, то есть из неправильных вот этих вот нуклеотидов, встраивающихся в растущую цепочку двойной ДНК. Эта идея возникла еще очень давно, но совсем недавно она нашла прямо такое экспериментальное подтверждение, которое было опубликовано в журнале Nature. Значит, вот здесь сверху нарисованы вот эти вот правильные пары нуклеотидов. Т напротив А, С напротив Г. И так устроена химическая структура этих нуклеотидов, что они могут образовывать между собой так называемые водородные связи. Значит, вот здесь есть водород, который положительно заряжен, вот здесь есть азот, который на нем отрицательный заряд концентрируется, и они друг к другу притягиваются. И здесь кислород притягивается к водороду, а здесь три водородных связи для этой пары, для пары С-Г. И вот это вот как бы нормальная ситуация, и вот такие водородные связи образуются в нормальной двойной спирали. Но оказывается, что у нуклеотидов бывают так называемые талтомерные формы. То есть вот здесь тоже есть буковка Г, как и здесь, но вот эта вот буковка Г, она как бы неправильная. Вот этот водород, который был здесь, он убежал наверх к кислороду, вот отсюда убежал сюда. И из-за этого буква Г оказалась способной образовать три водородных связи с буквой Т, при этом не нарушая двойную спираль. Вот такие вот переходы из этого гуанина, из этой буквы Г, вот в эту букву Г, они происходят спонтанно в клетке, но происходят достаточно редко. То есть, грубо говоря, вот эта форма намного более редкая, чем вот эта форма. Но если случайно вот эта вот форма будет поймана ДНК полимераза, вот вы видели, как она хватает, а потом присоединяет. Если вот такой неправильный талтомерный нуклеотид ДНК полимераза, фермент удваивающий ДНК, поймает, то он присоединит напротив Т букву Г, и у нас будет рыба-опечатка. Дальше клетка увидит, что, ну, увидит в кавычках, естественно, но специальные ферменты в клетке увидят, что там есть опечатка, что Т стоит напротив Г. Т не должно стоять напротив Г, это неправильно. Но что там было раньше? Это было Т напротив А или С напротив Г? Точно неизвестно, и поэтому с некоторой вероятностью исправление тоже поведет как раз к закреплению этой самой мутации. И вот оказывается, что подавляющее большинство мутаций, которые вносят вклад в изменчивость, это вот мутации, порожденные не просто процессом неправильного копирования ДНК, но вот процессом копирования ДНК с вовлечением вот такого рода механизмов на уровне отдельных молекул. И из этого, на самом деле, вытекает некоторый вывод, что если мы возьмем геном, если мы возьмем ДНК, как она копируется, то мутация может произойти где угодно. Нет такого места в ДНК, которое было бы неуязвимо для мутаций. Но если мутация будет вредной, то тогда она вместе с своим носителем исчезнет. А если она приводит к смерти, например, организма, если такой-то очень важный ген, он мутировал, все, организм погибает, возникает отрицательный, естественный такой отбор. Но мутация может произойти где угодно, и когда говорят, что мутации случайны, то именно это имеется в виду, что мутации могут возникнуть где угодно с некоторой вероятностью. Нет такого места, где вероятность мутации прямо равна нулю, везде она где-то больше нуля. И это не значит, впрочем, что все мутации абсолютно равновероятны. Есть мутации, которые случаются чаще, чем другие. Я приведу один пример. Например, оказалось, что если за буквой С стоит буква Г, то они очень часто подвергаются некоторой химической модификации. К ним приделывается вот такая вот CH3-группа, метильная группа. И получается 5-метилцитозин. Буква С, только немножечко искаженная. А 5-метилцитозин, он в силу своей химической структуры, он очень похож на букву Т. Достаточно вот эту NH2-группу заменить на кислород, и такая реакция дезаминирования, она происходит в клетках тоже с некоторой регулярностью, получается из СТ. Почему происходит вот это вот метилирование? Оказывается, что, может быть, вы задумывались о том, что у нас вообще-то в организме огромное количество разных клеток. Есть клетки нервной системы, есть клетки кожи, есть клетки мышц. И ДНК во всех этих клетках одинаковая. Но почему-то клетки разные. Как так получилось? И гены в них работают разные. Как так получилось? Потому что помимо того, что есть ДНК, есть регуляция работы этих генов, и есть всякие ферменты, которые могут либо самим приделать какую-то химическую группу к деток ДНК и изменить активность гена пределов в какую-нибудь химическую группу, к какому-то участку ДНК, или есть белки, которые просто садятся на ДНК и тем самым регулируют работу того или иного гена. То есть есть всякие механизмы регуляции работы генов. И вот это вот метеллирование – это один из механизмов регуляции работы генов. И порождением этого механизма является повышенная вероятность некоторого типа мутаций. Но опять-таки все мутации, любые мутации возможны, мутации случайно просто неравновероятны. К чему это приводит на практике? Ну вот если мы возьмем, например, людей, то у нас в каждом поколении возникают примерно от 40 до 80 новых мутаций, которых никогда не было у наших родителей. Много это или мало? Ну, в процентном отношении от нашего генома надо понимать, что геном-человек – это примерно 3 миллиарда букв. Соответственно, 40-80 новых мутаций – это немного. Более того, между мной и любым присутствующим здесь человеком примерно 3 миллиона индивидуальных генетических отличий. И даже на фоне этого этот вклад на самом деле достаточно маленький. Но он есть. Откуда мы узнали про то, что столько мутаций возникает? Когда-то миллиарды долларов и более 10 лет велся проект международный по чтению геному человека, когда прочитали такой обобщенный геном людей. И с тех пор стоимость чтения ДНК очень сильно упала, и мы можем за примерно 1000 долларов сегодня прочитать геном индивидуально любого человека. И, собственно, авторы вот этой работы они брали геномы мамы, папы и ребенка, полностью читали их последовательность ДНК и после этого смотрели, чем ребенок отличается от своих родителей. И вот получили такие цифры. Понятно, что у ребенка, во-первых, были какие-то новые комбинации уже имевшихся генетических вариантов, которые были у родителей, но плюс у них появятся вот эти вот самые новые мутации. И вот на этом графике, что еще показано, что чем больше возраст отца, тем больше будет мутация у ребенка. Почему так происходит? Потому что, если возьмем яйцеклетки, то они как получились, так и возникли, так и хранятся внутри женского тела и не подвергаются какому-то делению. А у мужчин предшественники половых клеток постоянно делятся, образуя новые сперматозоиды, и вот это деление требует удвоения ДНК. Мы уже выяснили, что при копировании ДНК возникают опечатки. И поэтому с возрастом у мужчин будет чуть больше мутации у их потомков. Но это совершенно не страшно, потому что подавляющее большинство мутаций, к этому мы еще чуть позже вернемся, они на самом деле ни к чему не приводят. И у этого есть основания. Но бывают мутации, которые могут приводить к самым разным последствиям. Ну, про людей, наверное, вы слышали про всякие страшные генетические заболевания, но гораздо интереснее поговорить про мух. Вот у мух, например, есть такая мутация, при которой у них вместо антенн на голове вырастают ноги. Мутация в одном гене, который называется антенопедия. То есть одна мутация, и вот у вас уже такой сильно измененный внешний облик. При этом надо сказать, что вот эта мутация еще не самая страшная, потому что самые страшные мутации те мутации, которых мы даже не видим. Они смертельны. Настолько смертельны, что мы не видим живых особей с этими мутациями. И в частности, очень многие важные гены, которые играют роль в развитии, в эмбриональном развитии самых разных организмов, в том числе мух. Эти мутации были открыты, когда генетики вскрывали неразвившиеся яйца и изучали, что пошло не так, почему организм в этом яйце не развился. И находили там самые всякие страшные мутации. Так вот, если возникает такая супервредная мутация, то особь, несущая эту мутацию, погибает, и, соответственно, эта мутация не распространяется, и мы ее не наблюдаем среди живых организмов. Вот это один из механизмов того самого естественного отбора на молекулярном уровне, о котором говорил Дарвин. Ну, пример другой вредной мутации. Вот здесь вы видите разные организмы, у которых нарушено развитие глаза. И это тоже очень красивый пример единства происхождения живых организмов. Есть способ, как мы можем искать у разных организмов похожие гены. Гены, которые похожи по своей последовательности этих нуклеотидов, а точнее по последовательности аминокислот белков, которые они кодируют, называют артологами. То есть это гены, имеющие эволюционное родство. Они все возникли от какого-то единого гена, который когда-то был у единого общего предка тех организмов, которых мы изучаем. И вот был какой-то ген, который был важен для развития глаза. У человека то, что получилось называется ПАКС-6. И этот ген работает в клетках, из которых должен получиться глаз. Если этот ген ломается, то нарушение глаза возникает. И интересно, что это справедливо как для человека, так и для мышки, так и для рыбы-зебры, так и для дрозофилы. То есть похожая последовательность ДНК выполняет похожую функцию у разных клеток, у разных организмов. И это не только демонстрация вот этого единства общего происхождения, но и также демонстрация вот этого принципа, что почему мы до сих пор, спустя, допустим, сотни миллионов лет, которые разделяют человека и дрозофилу от нашего последнего общего предка, почему мы до сих пор можем, глядя просто на последовательность ДНК человека, и зная, что эта последовательность ДНК это ген, который важен для развития глаза, просто какую-то последовательность ДНК у мухи, что она тоже будет играть роль в развитии глаза. Потому что мутации, эти последовательности сохранились практически неизменными, потому что мутации, которые приводили к серьезным нарушениям развития глаза, они были несовместимы с способностью передавать свои гены следующим поколениям. То есть это пример того, что мы называем консервативный ген. Ген, который практически не меняется в процессе эволюции, потому что мутации в нем вредны. Для чего эти консервативные гены или принцип консервативности такой важен для каких-то прикладных целей? Ну, например, представьте себе, что к вам пришел пациент, и у этого пациента какое-то наследственное заболевание, и вы не знаете, из-за чего у него возникло наследственное заболевание, но вы видите, что у него какой-то явный генетический дефект. Как мы будем искать причину, какая мутация привела к этому генетическому заболеванию? Ну, если мы сравним человека, этого человека, его геном с геномом другого человека, какого-то здорового, то мы увидим три миллиона генетических отличий. Это очень много. Как нам случится круг поиска? Давайте мы будем искать у этого человека мутации, которые возникли в тех участках ДНК, которые практически никогда не меняются. В тех самых консервативных участках ДНК, которые сохранились еще со времен каких-то далеких общих предков. Если мы такую мутацию у него находим, то высока вероятность того, что эта мутация была крайне вредная и, возможно, она действительно привела к его заболеванию. Потом можно это проверить. На этой картинке показано то, что называется множественным выравниванием. Каждая строчка это последовательность аминокислот какого-то белка, который принадлежит какому-то организму. Например, сверху это корова, потом человек, потом мышка, потом летучая мышь, потом курица и так далее. И вот, если мы возьмем какой-то белок человека и будем смотреть, какие белки у других организмов на него похожи, а потом построим один под другим, то мы увидим, что некоторые белки практически не изменились, они очень консервативны. Но какие-то белки изменились, какие-то позиции изменились, какие-то позиции вообще не изменились, вообще начиная с какого-то очень далекого предка, точнее, с какого-то очень далекого родственника. А какие-то изменились сильно. И вот те места, которые максимально неизменны, это как бы самые, скорее всего, важные участки этого белка. И это может быть важно при изучении этого белка, чтобы понять, где у него но каталитический центр — это какой-нибудь фермент. Это может быть важно для того, чтобы предсказывать эффект мутации как раз у таких вот пациентов. И есть программы, которые используют эволюционные предсказания для того, чтобы искать такие функционально важные мутации. Вот эта идея, мне кажется, хорошо соотносится с такой историей про математика Авраама Вальда, который во время Второй мировой войны занимался тем, что анализировал дырки от пуль в самолетах, которые возвращались на военные базы. И ему нужно было понять, куда нужно самолет вешать броню. Броня тяжелая, всюду броню не навесишь. И вот, собирая статистику о дырках от пуль, можно было получить такую картинку, что пули чаще всего попадают вот сюда. Точнее, больше всего дырек от пуль в этих местах. И дальше возникал вопрос, а куда же вешать броню? И какой-нибудь генерал мог бы сказать, ну, вот здесь много дыр, значит, сюда нужно броню вешать. Но Авраам Вальд говорил, что нет, тут ошибка выжившего. Мы видим только те самолеты, которые выжили. И, скорее всего, пули ложились по всему самолету. Но просто когда пуля попадает вот сюда, то самолет не долетает, и поэтому мы там дырек от пуль не видим на нашей статистике. И поэтому броню нужно вешать именно там, где мы не видим дырек от пуль. Так вот, эту вот метафору, перенося на язык биологии, молекулярной эволюции, мы смотрим на геном, мы ищем те места, где много мутаций, это такие дырки от пуль. И если много мутаций здесь, значит, скорее всего, это не очень функциональное место. А если мало, значит, скорее всего, это что-то очень важное. И вот эта вот тема очень хорошо соотносится с историей про мусорную ДНК. Наверняка вы слышали, вот ученые нашли мусорную ДНК, ДНК, которая ничего не делает, является мусором. До сих пор, на самом деле, некоторые люди спорят на тему того, есть мусорная ДНК или нет мусорной ДНК. У меня есть один такой риторический аргумент тех, кто считает, что мусорной ДНК нет, что нет бесполезных участков в геноме. Почему тогда у Лука в пять раз больше геном, чем у нас? Вот зачем ему, если у Лука тоже всякая ДНК является для него важной? Но есть достаточно много ученых, которые занимались тем, что пытались разобраться, какие последовательности ДНК являются мусорными, какие нет. Почему эта тема была актуальна? Потому что мы знаем, что у человека 3 миллиарда букв геном, но при этом только всего лишь 1% от этих 3 миллиардов это те самые участки ДНК, которые кодируют белки, которые по-настоящему важны. Плюс еще немножечко каких-то участков ДНК, которые регулируют работу этих генов, которые кодируют белки. Плюс еще немножечко таких участков ДНК, которые кодируют так называемые некодирующие РНК, которые имеют какую-то функцию. Но в целом подтверждающая большая часть генома человека непонятно для чего нужна. И был такой проект, который назывался ENCODE, который занимался тем, что они пытались понять, что делает все остальное. И в частности, на самом деле проект был очень полезный и важный. Что они делали, например, они смотрели, с каких участков ДНК считывается РНК, они смотрели, какие белки связываются с ДНК и где они связываются. Они смотрели, где происходят всякие химические модификации, типа того метилирования, про которое я рассказывал. И так далее. И в итоге они пришли к выводу, что 80% генома человека функционально, не является этим самым мусором. Но когда эта статья вышла, с таким выводом, очень сильно бомбануло у большого количества биологов, которые начали говорить, что все это неправда. В частности, один из таких ярких критиков этого вывода, не самого проекта, потому что проект замечательный, а вот вывода, который сделал энкоуд, был такой биолог Дэн Граур. И вот он написал, в частности, вот эту замечательную статью, где он поясняет, почему нужно разделять функциональный участок ДНК с точки зрения энкоуда, то, что они называли функциональным, и то, что на самом деле функционально. В качестве иллюстрации он в одной из своих лекций приводит такую вот штуку. Это ботинок, которым прилипла жвачка. Если жвачка прилипла к ботинку, означает ли это, что функция ботинка, чтобы к нему прилипала жвачка? Нет, просто прилипла. То же самое с белками. Если белок прилип к ДНК и как-то с ней взаимодействует, это не значит, что у этого участка ДНК есть функция прилипать к себе белки. Мало ли почему белок прилип. И если с ДНК считалась какая-то РНК, это не значит, что эта РНК для чего-то нужна. Мало ли почему она считалась. Мы знаем, есть примеры, когда РНК просто считается с рандомных последовательностей ДНК, просто потому что фермент, который читает РНК, иногда садится где попало. В итоге, под воздействием этой критики, сообщество больше склонилось к мнению, что все-таки давайте мы какой-нибудь другой критерий функциональности придумаем. И, собственно, критерий был ровно в духе этого Авраама Валь. Давайте посмотрим, какая доля генома важна в том смысле, что мутации там как бы запрещены. И когда такие оценки провели, то оказалось, что примерно 8% человеческого генома это та часть генома, где мутации как бы отбраковываются отрицательным отбором, отбраковываются естественным отбором. То есть все остальное, что там какая-то мутация возникает, это, в общем-то, не важно. Это ни к чему не приводит, не страшно, не сказывается на выживаемости, не влияет на потомство и так далее, и так далее. И именно поэтому этот факт, что у нас происходит столько мутаций в каждом поколении, до 80 мутаций новых в каждом поколении, в зависимости от возраста отца, в общем-то не страшно, потому что подавляющее большинство мутаций возникает в тех участках, которые как бы ни для чего не нужны. Но к термину мусорная ДНК тоже прикопались. То есть понятно, вот геном, в котором мусора нет, а вот геном, где есть мусор. У нас есть функциональная машина, но это не то чтобы мусор, это не то, что что-то гниет, воняет, мешает жить, а это просто барахло. Может быть, правильнее говорить не мусорная ДНК, а барахляная ДНК. Она не вредна. И более того, в некоторых участках этой барахляной ДНК иногда могут возникать какие-то новые гены, туда могут встраиваться какие-то транспазоны безобидные, какие-то скачущие элементы ДНКовые. Они могут выполнять функцию разделения генов. То есть два гена нужно разделить в пространстве, поэтому вот там есть какая-то длинная молекула ДНК, которая сама ничего не делает, кроме того, что она выполняет функцию такого разделителя. И так далее, и так далее. То есть это просто какое-то барахло. Но мутации там как бы дозволительные. Ну и инструментальной проверкой, на самом деле, вот этой концепции была работа, где взяли мышей, и этим мышам, используя вот такие вот эволюционные подходы, предсказали, что вот есть участок, например, полтора миллиона нуклеотидов, который, по-видимому, является барахлом. Давайте мы его удалим с помощью генной инженерии. Удалили, дальше сколько тестов на этих мышах не гоняли, никакой разницы с ними обнаружить не могли. Так что барахло, по-видимому, есть. Его довольно много, но в этом ничего страшного нет. То есть не нужно вестись на какие-нибудь предложения, избавить свой геном от мусора. Это не имеет никакого смысла. Да и, в общем-то, технически это тоже мы особо-то и не готовы делать сейчас. Но вот мы поговорили про отрицательный отбор, а что быть с положительным отбором, когда полезные мутации распространяются в популяции. Вот видеозапись, показывающая пример этого положительного отбора. Сейчас я остановлю на секундочку. Что здесь было сделано? Это видео сделано в Гарварде. Взяли бактерии. Вот они здесь уже размножились. А здесь полосами вот так вот есть зоны с антибиотиками. Причем здесь антибиотика нет. Здесь его немножко, потом здесь его больше, еще больше, и в середине его максимальное количество. И вот бактерии, которые чувствительны к этому антибиотику, их выпускают, и они начинают размножаться. Они доходят до этой границы, и дальше у них устойчивости к антибиотику нет, поэтому дальше они двигаться не могут. Вот мы смотрим. Вот они дошли до границы, дальше они двигаться не могут, но в какой-то момент у кого-то из бактерий возникает мутация. И мы видим такое распространение этих бактерий. Другие мутации еще тоже возникают у других бактерий, но вот эти уже захватывают территорию. Они доходят до следующей границы. Там возникает у кого-то следующая мутация. И мы видим такое вот древообразное в реальном времени распространение более приспособленных мутантов, которые захватывают некоторую экологическую нишу. И вот эта вот такая древообразная эволюция, которую мы видим здесь, она, мне кажется, очень хорошо соотносится с такими древообразными представлениями, которые еще Дарвин для себя имел. Ну а дальше мы можем взять этих бактерий и прочитать их геномы, посмотреть, какие, собственно, мутации возникли здесь на начале какой-нибудь очередного витка такой вот эволюции, найти эти мутации и понять, как эти бактерии, собственно, приобрели устойчивость к тем или иным антибиотикам. А способы, которыми бактерии могут приобрести устойчивость к антибиотикам, они очень могут быть разные на молекулярном уровне. Например, какие-то способы, они очень сложные. То есть, грубо говоря, бактерии, если случайно получить такую устойчивость из одной мутации как бы тяжело, а есть способы, которые не очень сложные. Значит, а как вообще бактерии борются с антибиотиками? Ну, например, они могут его выкачивать из себя. Соответственно, если мутация приводит к тому, что они более эффективно выкачивают его из себя, то замечательно. Но для этого у них уже должен был быть такой вот канал или насос, который вытаскивает что-то из себя. У них, может быть, есть какой-то участок ДНК, на который связывается какая-то мишень, с которой связывается наш антибиотик. Мишень изменилась, изменилась последовательность ДНК, связывание больше не происходит, и, соответственно, все, антибиотик больше не работает. Какой-нибудь фермент был, который был важен для бактерии, антибиотик раньше с ним хорошо связывался, из-за мутации этот фермент изменился, и теперь антибиотик с ним плохо связывается. Фермент продолжает работать. А? Это как мышей мышьяком травится. Не очень понял. Я сравнение принял бактерии с антибиотиком, это как мышей мышьяком травится, и он пушит. А, что у мышей возникла устойчивость к мышьяку? Я про это не слышал. Может быть, я не знаю. Я не специалист по мышам, и мышьяку никогда не использовал. Другие примеры, в общем, можно перечислять до бесконечности, более устойчивая клеточная стенка, чтобы антибиотики туда не проникали, или, например, появление каких-нибудь специальных белков, которые разрушают антибиотик, или что какой-то уже имевшийся белок начинает более эффективно разрушать антибиотик, и так далее, и так далее. Но самое, наверное, страшное для нас, это то, что в чём-то Дарвин был не то чтобы неправ, а он кое-чего не знал. Когда Дарвин рисовал эволюционное дерево, вот так он его себе представлял, чисто ветвящееся такое, сегодня бы эволюционное дерево рисовали вот так. На самом деле организмы могут обмениваться горизонтально друг с другом генетическим материалом. И в случае с антибиотиками это как раз очень актуально и важно, потому что бактерии могут передавать друг другу устойчивость к антибиотикам с помощью, например, каких-нибудь вирусов или кольцевых молекул ДНК, которые называются плазмиды. То есть на самом деле более сложная эволюция, такая молекулярная, имеет серьёзные последствия для нашей системы здравоохранения. Если вы слышали про какие-нибудь мультирезистентные штаммы, устойчивые к разным антибиотикам, то с высокой вероятностью они эту устойчивость не только сами придумывали, но ещё воровали у других бактерий. И это постоянно происходит. Такая горизонтальная передача генетической информации, про которую Дарвин не знал, ну вообще не знал про ДНК, она происходит много где, например, бактерии могут не только друг с другом обмениваться генетическим материалом, но могут передавать его растениям. Есть такие агробактерии почвенные, которые занимаются генной модификацией растений, такие природные генные инженеры. Вот, например, весь сладкий картофель, он генно-модифицированный, трансгенный, с генами бактериального происхождения. Почему-то трансгенеры его отобрали, так что если запрещать трансгенный организм, то нужно его весь запретить, и он будет грустный и несчастный, весь сладкий картофель. Другие примеры такого горизонтального объединения, что ли, уже совсем объединения даже организмов, это история про то, как наши очень далёкие предки приобрели митохондрии. У нас есть такие клеточные органеллы, которые занимаются дыханием. Так вот, сегодня мы понимаем, что митохондрии, они возникли в результате какого-то симбиоза. То есть когда-то были одни клеточные организмы, другие клеточные организмы, вторые умели заниматься дыханием, и вот они как-то жили совместно с этими вторыми, с первыми, и научились жить внутри них, и сформировали симбиоз. Теперь внутри нас есть митохондрии, а у растений ещё и пластиды потом подключились, которые участвуют в фотосинтезе. Соответственно, есть и такие примеры, и есть примеры, как такой горизонтальный перенос генов сыграл большую роль в эволюции тех же, допустим, млекопитающих, а именно плацентарных млекопитающих. Например, когда формируется плацента, большое количество клеток соединяются вместе, образуя такой большой многоядерный синцитий. И вот этот многоядерный синцитий, он образуется за счёт специальных белков, которые называются синцитины. Синцитин – такой белок, который позволяет двум клеткам соединиться вместе. Откуда этот белок взялся у плацентарных млекопитающих? Он имеет вирусное происхождение. Был вирус, который имел такой белок, который он использовал для того, чтобы проникать в клетки, сливаться с ними. А потом оказалось, что он свой генетический материал доставил в клетки наших далёких плацентарных предков, и они научились этот белок использовать в своих целях. То есть могут быть очень драматичные последствия вот такого события эволюционного. Вот мы своим существованием, такими, какими мы есть, обязаны какому-то вирусу в какой-то степени. И, кстати, в нервной системе тоже есть белки вирусного происхождения, играющие там какую-то роль. Вот здесь сверху показана схема, как некоторые вирусы умеют передавать свой наследственный материал от одной клетки к другой. Вот есть РНК, РНК упаковывается, это РНК какого-то вируса, она упаковывается в такую белковую оболочку, в такой капсид, а потом это передаётся из одной клетки в другую. Вот оказалось, что в нервной системе есть белок, который называется Арк. Он умеет брать РНК, засовывать её как бы в себя, а потом одни нервные клетки могут передавать РНК другим нервным клеткам. Не только какие-то химические, электрические сигналы, но и вот прямо РНК. И были эксперименты на мышах, где было показано, что нарушение этого механизма, нарушение этого белка Арк могут приводить к проблемам с долгосрочной памятью. То есть, может быть, и в развитии нашей нервной системы сыграла роль такая горизонтальная эволюция. Но в масштабах эволюции всего этого процесса это, конечно, очень важно, но в нашем повседневном масштабе, временном, то есть в протяжении тысячи лет, нашей культурной эволюции, это не такой большой вклад вносит. То есть, это достаточно редкие события, которые происходят не очень часто, хотя мы научились, например, тех же бактерий и почвенных использовать для того, чтобы создавать генно-модифицированные растения. Ну и еще одна вещь, которую я хотел сказать про молекулярную эволюцию, наверное, такая предпоследняя, это про то, что на самом деле далеко не все гены приходится придумывать заново. И это тоже очень интересно и очень важно. То есть, ген имеет какую-то последовательность нуклеотидов, как бы нам создавать гены более быстро и более эффективно. Для этого есть процесс, который называется дупликация генов. Он вообще сам по себе достаточно полезный бывает. Например, если возьмем слонов, вот у слонов у них произошла дупликация гена, которая называется P53. Растиклирует биолог под названием P53. И P53 – это такой супрессор опухолей, он подавляет развитие опухолей. И поэтому, когда, например, человек заболевает онкологическим заболеванием, с высокой вероятностью, когда изучают геном раковой клетки и раковой опухоли, выясняют, что там где-то поломался, в частности, ген, кодирующий белок P53. Так вот, у слонов, из-за того, что они большие, из-за того, что у них много клеток, и из-за того, что клетки эти активно должны делиться, чтобы произвести на свет слона, у них возникает много мутаций. Как мы уже выяснили, копирование ДНК приводит к мутациям. И поэтому, если бы у слонов была такая же одна копия этого P53, то с высокой вероятностью, грубо говоря, мы бы видели слонов в виде такой большой ходячей раковой опухоли. Но у них этот ген удвоился, поэтому количество мутаций, которые должны произойти для того, чтобы такой механизм противораковый выключился, намного больше. И поэтому слоны могут поддерживать примерно ту же вероятность заболевания раком в единицу времени, что и люди, имея при этом намного большую массу тела. И то же самое, по-видимому, скорее всего, будет касаться каких-нибудь китов. Я не знаю, что у них там с P53, но это такое предсказание, которое можно сделать. Это не единственный механизм противораковый, который, в принципе, возможен, но он важный. Так вот, это вот пример, когда дупликация прямо сама по себе может быть полезна, но как раз именно дупликация является одним из основных источников генетического разнообразия наших геномов. Потому что представьте себе, что у вас есть ген, который кодирует некоторый белок, фермент, который проводит химическую реакцию А. Есть некоторая мутация, из-за которой этот фермент начнет проводить химическую реакцию B, а не А. Химическая реакция B, она замечательная, она полезная, но реакция А еще более важная. И поэтому такая мутация сталкивается с тем, что она вредна. И носитель такой мутации погибает. Теперь представим себе, что ген, который кодирует этот фермент, проводящий химическую реакцию А, он удвоился. У нас есть теперь две копии. Вот у нас есть одна копия делает фермент химической реакции А, и вторая копия делает фермент, который делает химическую реакцию А. А теперь представим себе, что возникла та же самая мутация уже теперь, после дупликации, в одной из этих копий. Теперь это делает химическую реакцию А, это делает химическую реакцию Б. И у вас есть две замечательные разные молекулы, которые делают какие-то разные ферментативные реакции в организме. И оказывается, что если мы возьмем, например, геном человека, то большая часть генов человека, подавляющих большинство, это гены, которые относятся к семействам генов. То есть это гены, имеющие копии, немножко измененные копии внутри нашего генома. То есть не просто с нуля придумываются гены, а берутся какие-то уже имевшиеся, копируются, а потом переделываются. Опять же, я говорю так, будто бы кто-то делает разумно, нет никакого разума, естественно, за этим нет. Просто возникает возможность к тому, чтобы те мутации, которые раньше были вредными, становятся полезными. Раньше нельзя было изменить этот ген, теперь можно изменить этот ген, получить какой-то другой фермент. И это тоже сыграло большую роль в эволюции. Ну и заканчивая эту лекцию, я хочу сказать, что все-таки в самых принципиальных вопросах Дарвин был прав, его теория остается актуальной по сей день. И мне кажется, что теория эволюции, она еще имеет такую, ну я не знаю, такую функцию, как бы люди всегда считали себя какими-то уникальными существами, которые царствуют над природой. Но сегодня мы понимаем, что мы лишь один из огромного количества видов живых организмов, которые живут в нашей планете. У всех есть свои какие-то адаптации. Просто так получилось, что наши адаптации позволяют нам троллить всех остальных. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, поднимайте руки. У меня есть за лучший вопрос книжка о самом биотехнологии. Вот, еще и подарки есть. Руки, руки, у кого есть силы, поднимите. Вот мы узнаем, кто самый выносливый. Спасибо за лекцию большую. У меня такой вопрос. Как мутация используется на благо человека? Возможно, как мутация используется в исследовании и создании новых вакцин, лекарств? Может быть, какие-то гены, вот гены именно инженерия, но именно в ДНК, возможно, какие-то модификации. Сейчас актуально, исследуется это и какое-то направление перспективное, в принципе, в науке? Ну, мутации используются и в генной инженерии, и в селекции. Но в селекции, когда мы отбираем и создаем новые сорта растений, то понятно, что за созданием какого-то нового сорта скрываются какие-то мутации. Раньше селекционеры не знали, что там есть какие-то мутации, теперь мы знаем, добавляют ли это нам возможности. На самом деле добавляют, например, потому что есть технологии селекции, которые сопряжены с чтением ДНК полученных организмов. Мы хотим какую-то мутацию получить, мы берем большое количество организмов, скринируем их, смотрим, есть ли там нужная мутация. Если есть, то мы их отбираем и дальше мы их распространяем. Ну и в генной инженерии используются мутации. Вы можете внести куда-то какой-то ген, можете выключить какой-то ген. Если вы знаете, например, что, допустим, какой-то ген у какого-то растения играет роль, подает ему, допустим, устойчивость к грибковой инфекции или защиту от вирусов, потому что он связывает какой-нибудь патоген. Вы можете эту устойчивость перенести от одного растения к другому растению с помощью генной инженерии, то есть сделав мутацию. Ну, то есть прикладных применений очень много. И в медицине тоже, например, весь современный инсулин производится с помощью микроорганизмов, которые генно-модифицированы и имеют в себе доставленные горизонтально гены человеческого происхождения. То есть здесь можно провести параллель с программированием, с кодом, например, программным? Ну, в общем-то, да. То есть можно провести. То есть вы разработали клевый движок для Half-Life. Третьего? Третьего Half-Life. А потом вы захотели взять игру на основе Dungeons & Dragons и сделать ее на движке третьего Half-Life. Вы как бы соединили это вместе и получили что-то новое. У вас были бактерии, которые умели что-то производить. У вас были люди, которые умели делать инсулин. Взяли у них ген, засунули в бактерии, бактерия делает инсулин. Ну, вот в чем-то можно провести такую параллель. Спасибо. Спасибо за лекцию. Вот я слышал про исследование, в ходе которого бактерии удаляли как можно больше вот этого хлама в ДНК и оставили энную часть генома. Но при этом получилось, что около третьей делала не пойми что. Но она работала, и без них клетка погибала. У нас есть какие-нибудь объяснения? Ну, кроме того, что гены дублируются и тому подобное. С бактериями там немножко другая история. У бактерий на самом деле хлама практически нет. То есть у них очень компактные геномы. Для них размер генома очень важное свойство для выживания. То есть если у тебя большой геном, то ты много времени тратишь на его копирование, и поэтому ты медленнее размножаешься. Это как бы плохо. Поэтому бактерии в целом в основном оставляют внутри своего генома только то, что для чего-то нужно. Но если что-то нужно, это не значит, что оно прямо необходимо жизненно. То есть, грубо говоря, что-то полезное, можно от него отказаться. Грубо говоря, вот у меня есть сотовый телефон, он как бы полезный. Я его не назову хламом. Но я могу, в принципе, теоретически его выкинуть и продолжу как бы существовать. Просто более несчастно. И в той работе с бактериями, там на основании некоторых эволюционных представлений о том, какие гены наиболее консервативны, какие иногда исчезают и ничего страшного не происходит в процессе эволюции, а также используя экспериментальные подходы, они получили предсказание, что есть некоторый набор генов, которые можно, в принципе, выкинуть, и бактерия от этого не сдохнет. И так и получилось. То есть, они сделали бактерию, которая имела вместо 900 с чем-то генов, у бактерий меньше генов, чем у людей. Там еще была бактерия, у которой очень мало генов изначально было. Сделали так, что у нее было 400 с лишним генов. То есть, примерно в два раза сократили их количество. Бактерии эти медленнее размножались, чем оригинальные. То есть, они были менее приспособленные, и они бы гонку эволюционную проиграли нормальным бактериям. В новой лаборатории, где за ними заботились ученые, все с ними было в порядке. То есть, тут нету какого-то противоречия или парадокса, или еще чего-то. Просто важность того или иного гена, она не обязательно такая, что без него все хана. Может быть, такой ген, что с ним лучше, но можно и без него. Спасибо. У меня такой практичный вопрос. Я хочу знать ваше мнение по поводу полезности, практичности секвенирования ДНК в наше время. Потому что я слышал диаметрально противоположные точки зрения на этот счет. Кто-то говорит, полезно, а кто-то говорит, что нет, это все лоббисты, значит, и в современном уровне интерпретации этого дела, и накоплена база знаний. Ну, это, может, и не пыль в глаза, но просто бабло зашибают ребята. В Москве несколько фирм. Вот ваше мнение по поводу. Это практично, непрактично. Может, действительно, малая база данных, они просто деньги делают. Ну, и Елена мало что рекламирует, но Coca-Cola тоже рекламируют по телевидению. Да, тут есть такой комплексный вопрос, потому что что можно узнать про человека по этим тестам, и то, на чем делают акцент внимания маркетологи компании, очень сильно расходятся. Что прямо полезного дали нам генетические тесты? Ну, например, мы можем сказать про человека, что он является носителем какого-нибудь генетического заболевания. То есть сам не болеет, но он является носителем. Для чего это важно? Если мы делаем планирование семьи, если муж и жена, парень, девушка, выясняют на основании генетического теста, что оба являются носителями одной и той же вредной мутации, например, какого-нибудь муковисцидоза или какого-нибудь другого страшного следственного заболевания, тогда при таких показаниях им будет настоятельно рекомендовано искусственное плавотворение с перинатальной генетической диагностикой, чтобы не родился больной ребенок. И вот это информация, которая извлекается при чтении генома. Но не обязательно читать геном, можно сделать просто набор тестов именно на эти известные маркеры генетических заболеваний. Это первое. Второе, значит, что в некоторой степени правда, но я никогда не понимал, почему это интересно, но некоторым людям так уж очень интересно узнать что-то про то, кто им, есть ли какие-то у них неизвестные им родственники, или являются ли были у них какие-то родственники из каких-то популяций других. То есть, допустим, проверить, жил ли мой прадедушка там где-нибудь в Китае, условно. Нет ли у него каких-то характерных для тех популяций, каких-то генетических вариантов, которые вот в геноме в моем теперь наблюдаются. Ну, изначально мы все из Африки, да. Но кому-то интересно, что в них намешано. Если человеку это намешано, то опять же генетический тест может в некоторой степени про это сказать что-то. В частности, на самом деле, когда ищут про крупные компании, например, есть западная 23andMe, там есть услуга, что если находят вашего родственника по генетическому анализу, то вас знакомят. И мой однокурсник так нашел свою потерянную сестру. Вот. Это очень экзотичный сценарий, но вот, пожалуйста, так тоже можно. Дальше есть такая область уже более спорная. Это про заболевания. То есть есть действительно некоторые генетические заболевания, есть заболевания, обусловленные мутациями в ДНК, которые могут… знание об этом может быть практически полезно. Например, все слышали историю про Анжелину Джоли, которая сделала себе мастерктомию, потому что не хотела рака молочной железы, потому что у нее мама, бабушка погибли от этого, а у нее нашли генетический вариант, который очень сильно увеличивает вероятность именно этого заболевания. И поскольку она женщина-состоятельная и хороший пластический хирург у нее есть, вероятно, то для нее как бы в совокупности всех этих факторов приводила к тому, что для нее это был достаточно осмысленный поступок с точки зрения увеличения продолжительности ее жизни. Есть некоторый набор заболеваний, про которые генетический тест может вам сказать, что оно возникнет с высокой вероятностью. Это один пример. Есть другой пример, например, Харея Хантингтона. Это серьезное энеродегенеративное заболевание. С ним, правда, проблема в том, что если вы вам такой диагноз поставили по генам, то ничего вы сделать не можете. И поэтому в целом это просто такая очень депрессивная информация о том, что там в 35-40 лет или что-то в этом роде случится адский трэш в жизни. Ну, опять же, человек сам решает, готов ли он такое про себя знать, нужно ли ему это про себя знать. Потому что кто-то может исходить с того, что мне нужно планировать мою жизнь, а кто-то может исходить с того, что я лучше буду жить счастливым в неведении. То есть тут есть этические вопросы, поднимаем этим. Насколько я знаю, большинство компаний по умолчанию на это не тестируют, потому что считают, что, ну, типа, нафига людей пугать. Даже если у них это обнаружат. Все равно ничего сделать нельзя. Но дальше есть достаточно много таких спекулятивных маркетинговых штук, когда говорят, что там про какие-нибудь профессии, при расположенности к профессиям, при расположенности к… Вот мы вам подберем правильные продукты питания. Ну, опять-таки, да, допустим, есть целиакия, при которой человеку нельзя употреблять глюта. Это можно определить по генетическим тестам. Но это экзотика. А у большинства людей этого нет. И вот большинство рекомендаций, которые делают такие компании, они на самом деле просто рекомендации пищевые, ну, имеющие какой-то базовый здравый смысл, и гены к этому особого отношения не имеют. Более-менее для всех людей рекомендации примерно одинаковые были бы. За исключением вот некоторых экзотичных вариантов. Вот с профессиями тоже, как бы, очень все спорно и непонятно, для чего это нужно делать, и как это может помочь в выборе профессии ребенку, например. А со спортом 50 на 50. То есть, в принципе, есть исследования, показывающие, что есть некоторые генетические варианты, и даже понятие механизм, как это работает, которые, скажем так, для крутых спортсменов были бы полезны. Ну, например, некоторые варианты миоглобина, некоторые варианты актины – это белок, который важен для правильной работы с киеветной мускулатурой. Есть разные его варианты, которые, например, могут быть перепредставлены у спринтеров или у тяжелых атлетов. Есть исследования, показывающие, что есть такие вот эффекты у олимпийских чемпионов. Какой-то генетический вариант может быть перепредставлен по сравнению с, допустим, с олимпийскими чемпионами в другом виде спорта, которые не используют, допустим, ту же силу или ту же скорость. Но практически выхлоп от этого, мне кажется, очень маленький, там не все очень надежно, и как маркетологи это преподносят, мне кажется, что это очень часто… Опять же, компании-то разные, я бы не хотел всех обобщать, но некоторые компании явно перебарщивают с недобросовестным маркетингом. В общем, я делал себе генетический тест. Единственная информация, которая была для меня полезна, это то, что я не являюсь носителем каких-то рецессивных генетических заболеваний. Так что я могу на эту тему не париться. Вот все остальное мне было не очень информативно. Есть еще момент про генетическую дактилоскопию в криминалистике. Ну, вы можете определить, что это вы. Скажите, пожалуйста, вы упомянули, что примерно 8% генома не подвержены мутациям. Значит ли это, что геномы всех организмов имеют некое инвариантное ядро, системные какие-то константы, которые устойчиво являются главным? Только я бы уточнил, что они не устойчивы к мутации. Мутации там возникают просто тех, у кого они возникли, погибают, и поэтому мы их не видим. И я говорю про 8%, когда говорю про человека. Если мы возьмем бактерию, то там может быть до 100% геномов функциональные. То есть организмы, у которых маленькие геномы, там все по-другому. Что касается ядра, это отдельный вопрос. Действительно, есть гены и есть участки ДНК, которые очень консервативны. То есть настолько, что вы можете найти похожий ген вплоть до того, что у бактерий у человека что-то очень похожее, белок очень похожий какой-то. Допустим, мне сейчас в голову пример не придет, наверное, именно конкретного белка, но, допустим, тот же принцип синтеза белков у всех одинаковый. То, что я рассказывал. То, что сама ДНК вообще в принципе одинаковая. Но и белки какие-то отдельные могут быть очень похожими у разных организмов. Так, еще вопросы? Сейчас, подождите. Здравствуйте, спасибо большое вам за лекцию. Я слышала, что путем изменения генома человека можно его излечить от разных болезней и вообще улучшить его здоровье. Как вы думаете на этот счет? На основе имеющихся представлений о геноме человека уже сегодня есть целый набор прошедших клинических исследований генных терапий. Генная терапия – это когда, например, пытаются лечить какое-то генетическое заболевание врожденное с помощью какого-нибудь, допустим, вируса, который доставляет в некоторые клетки человека какой-нибудь ген, который у него был изначально поломан, а мы доставляем доисправную копию. Например, так удалось победить, пока еще есть гемофилики, но придумано лекарство от гемофилии, от несворачиваемости крови, например, или от болезного педермолиза, когда клетки кожи легко инфицируются, повреждаются, потому что там некоторый ген поломан, мальчику в Германии пересадили генно-модифицированную кожу его собственную и вылечили его от болезного педермолиза. То есть знание о геноме человека сыграло огромную роль в современной медицине и вот самые передовые как раз технологии, которые наконец-то позволяют нам побеждать те заболевания, которые на протяжении всей истории человечества были принципиально неизлечимы. То есть все, вот родился с гемофилией, что делали сто лет назад? Звали Распутина. Он там с шаманом, с бубном плясал, и, естественно, это было непродуктивно. Не было никакого способа. Потом появились какие-то лекарства, основанные на том, чтобы человек вводит какие-то коагулянты, и, соответственно, были лекарства фармакологические. Но они не лечили заболевание, они просто временно устраняли последствия этого заболевания. А сегодня это заболевание излечимо. И то, что оно излечимо, связано в том числе с проектом чтения генома человека и с изучением генов, их функций, что они делают, для чего они нужны, за что они отвечают. — А вот, допустим, а если сделать так, что человек вообще его улучшит, допустим, его волосы, самый примитивный пример, его кожу и так далее, вы так, чтобы, знаете, как сверхчеловек был? — Уже взрослого или вы хотите родить сверхчеловека? — Нет, ну, допустим, взрослый человек, да, и как-то его исправить, вот именно его гены, и он так хоп, и суперчеловек. — Хоп, и суперчеловек. Ну, смотрите, теоретически можно придумать какие-то улучшения. Ну, например, чем, опять же, там та же терапия генных заболеваний, да, не улучшения для человека. Можно пытаться придавать каким-то клеткам устойчивость к каким-нибудь вирусам. Вот такого рода вещь. В принципе, можно. Но больше, конечно, спекуляция идет на тему того, можно ли, чтобы родился ребенок с такими-то генетическими улучшениями. Вот, например, недавно китайский ученый заявил, что он сделал генно-модифицированных деток. Вот, и там улучшение заключалось якобы в том, что придавали устойчивость к ВИЧ. То есть, в принципе, мы знаем, что есть некая мутация, которая дает устойчивость к ВИЧ, и они пытались эту мутацию воспроизвести в детях с помощью генной инженерии. В принципе, вполне возможно, что это получилось. Ну, правда, мы не знаем точно, потому что это все не опубликовано, а это мы только знаем со слов этого ученого. Но, в принципе, это возможно. То есть, сделать человека, скажем так, генно-модифицированного человека устойчивым к каким-то заболеваниям от рождения, вот это будет самый вероятный сверхчеловек. То есть, список заболеваний может быть больше, чем ВИЧ. Хорошо, спасибо большое. Через три-четыре поколения во что это все выявится? Через три-четыре… Ну, то есть, у нас есть какой-то дорезон с собой в принципе? Ну, я не думаю, что это прям во что-то… Нет, ну, не четыре, пусть там через двадцать поколений, там, или потом этого манифицированного человека. Ну, надо понимать, что до ничего, то есть, такие же будут люди, как и люди. То есть, я не думаю, что мы прям сильно изменимся из-за генной инженерии в какие-то разумные ближайшие сроки, но вполне возможно, что наши там правнуки будут намного здоровее, чем мы, ну, при желании родителей, естественно. В частности, вот за счет возможности создавать устойчивость к каким-то заболеваниям. Лечить генетические заболевания, придавать устойчивость к вирусным заболеваниям, может быть, даже снижать вероятность развития некоторых онкологических заболеваний. Ну, типа там тот же вариант с Анжелиной Джоли, в принципе, да, то есть там мутация, которая была у нее, это была мутация, которую можно было бы исправить. Она, ее потомки, как бы, да, она не подвергалась генной терапии, она не подвергалась… Ну, например, Анжелина Джоли, если бы она решила завести ребенка, девочку, то ей можно было бы исправить этот дефект, и тогда ее дочке уже не пришлось бы делать массоктомию. Впрочем, там можно использовать и другие способы, типа диагностики при экстракорборальном оплодотворении. Здравствуйте. Скажите, а возможно ли на это повторное использование генетического хлама? То есть как бы он есть, и тут в нем происходит какая-то очень полезная мутация, и он уже не хлам. Вот такое, в принципе, может быть? Да, то есть из хлама в процессе эволюции может что-то смыслное получиться. Ничто этому не мешает. Я сейчас сходу примеров таких не знаю, наверное, но я думаю, что на самом деле, скорее всего, такие примеры известны. Просто я сейчас не помню. А скажите, пожалуйста, а вот ОГМО сколько лет уже существует, и от них только один позитив или есть какие-то побочные действия? Что-то проявилось, нет? Мне не известно ни одного какого-то примера, чтобы это как-то негативно на ком-либо сказалось. Одна из вещей, которую обсуждают, это касается области сельского хозяйства. Если мы делаем, например, растения устойчивые к вредителям, то тогда это имеет, по-видимому, исключительно плюсы. Когда мы получаем устойчивость к вредителям, вредители меньше едят урожая, мы меньше используем инсектициды на полях, паучкам хорошо, божьим коровкам замечательно, все круто. И когда мы делаем растения устойчивые к гербицидам, то проразумевается, что мы поливаем поля гербицидами, погибают сорняки, а наши растения вырастают. Но если мы используем гербициды, то возникает, например, устойчивость к гербицидам. Гербициды оказываются уже не такими эффективными. Это как история с бактериями и антибиотиками. Мы используем антибиотики, антибиотики – это как бы хорошо, а потом бактерии становятся устойчивыми, и уже антибиотики не так хорошо помогают. То есть место, где есть определенные риски, это как что нам делать с борьбой с сорняками, если некоторые сорняки, например, получают устойчивость. В частности, при совместном использовании гербицидов с генно-модифицированными организмами. Но это единственное место, где можно привести пример того, что что-то нехорошее произошло, но оно произошло не то, что это нехорошее, то есть мы просто, скажем так, недополучаем пользу от этого. То есть раньше было как раз с антибиотиками, то есть мы получили устойчивость к антибиотикам. Это не значит, что антибиотики – это было плохо, это значит, что плохо, что получилось устойчивость. Может быть, можно было как-то сделать это лучше, чтобы она не возникла. Александр, вот сегодня столько говорилось о том, что многие болезни можно лечить, можно предотвращать с помощью изучения генома человека, но вы вот говорили про какую-то болезнь, точное название, сейчас не помню, которую можно предсказать с помощью изучения генома человека, но предотвратить ее невозможно. И поэтому возникает вопрос, стоит ли человеку вообще предсказывать столь печальный исход, если мы ничего не можем с этим сделать. Но я вам на эту тему могу сказать только одно, что если вот человека заранее программировать, что у него в 35 лет что-то, не дай бог, с ним случится, он будет думать об этом, будет жить с этим, и там уже не сколько предсказаний, не сколько самовнушений самого человека просто будет действовать, и тогда, конечно, у него этим все, не дай бог, конечно, и закончится. Ну, самовнушением вызвать Харею Хантингтона нельзя, как бы вы ни... Это точно, это 100%. Ну, Харею Хантингтона возникает из-за определенного молекулярного механизма, который в сути своей является нейродегенеративным процессом. Так не получится. Но, тем не менее, поскольку действительно с человеком, который уже родился, ничего сделать здесь нельзя, то действительно базовая стратегия компании, которая делает генетический тест, что они такой тест либо вообще не делают, но такого типа заболевания, с которым ничего сделать нельзя, либо делают только, если человек сам попросил и попросил, и при этом дал информированное согласие, что он понимает, что положительный результат такого теста будет означать большую проблему для него, и ничего сделать нельзя будет. Если он все равно хочет узнать, то каждый вправе распоряжаться своим досугом, своим знанием, что он хочет про себя знать, что он про себя знать не хочет. Понятно.